Итак, доброе утро! Всем доброе утро, дорогие друзья! Продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона. Эйтана нет пока, он еще не вернулся из Грузии, где проводил шаббат для грузинской еврейской молодежи. И, значит, поэтому мы сейчас проводим не в Мураша. Обычно у нас проходят роти Мураша, это молодежный еврейский центр, где Эйтан преподаватель в Киеве. И, значит, Мушека Мясорук, шалом, Лиля Берман, шалом, Зура Паслонян, шалом, всем шалом, Наталья Радна, всем шалом, Лефименко Антон, Мушека Мясорук, Бодертов, Бодертов, Рина-Рина. Хорошо, и мы продолжаем изучать 24 главу. Ну, в 24 главе, значит, в 24 главе, вначале нам рассказали, царь Соломон нам рассказал, что не надо завидовать злодеям, да, и объяснил, почему не надо завидовать злодеям. Потом он нам объяснил, чем надо заниматься. Надо заниматься тем, что нужно выстраивать свое мышление, наполняя себя вначале материалом, хохмой, божественной мудростью, аксиомами. Потом тренируя свое умение делать выводы из... Делать выводы, вот, например, человек смотрит на что-то, он может понять глубже, что это значит, какие намерения, ну и так далее. То есть, все называется бина, сообразительность или логика. И дальше дат, это восприятие, и мы изучили, что восприятие свое надо выстраивать. То есть, как вот этим вот своим восприятием наполняются комнаты, и можно наполнить свой внутренний мир, ну и как следствие внешний мир, наполнить красивыми разными вещами, а можно наполнить вещами некрасивыми. Вот, например, приведу пример. Вчера вечером, я сейчас начал изучать тему осознанное сновидение, подсознание и так далее. И я узнаю, что на эту тему было, и мне посоветовали, что есть художественный фильм, в котором рассказывается история о том, как люди заходили через сон, заходили в подсознание, вы оттуда что-то доставали, там, тайны, Леонардо Ди Каприо играет. И мне посоветовали этот фильм, а я фильмы вообще не смотрю. Ну, думаю, посмотрю, все-таки интересно, они же, когда создатели фильма вкладывают в этот фильм миллионы долларов, приглашают Леонардо Ди Каприо, платят ему там несколько миллионов долларов за роль, значит, они изучают этот вопрос, изучают источники, и думаю, может, я там найду для себя что-то важное, полезное, какую-то информацию. Значит, я начал смотреть этот фильм, посмотрел, может, минут 20-30, ну, это боевик, и там столько этих спецэффектов, и, в общем, суть-то его все равно связана, что кражи, конкуренция, деньги, вся вот эта жизнь красивая, самолеты, он убийца, и там, ну, в общем, такая всякая, ну, закрученная обычная история, чтобы этот фильм продать. Ну, я выключил, выключил, думаю, нет, я лучше через книжки, через каких-то экспертов, более все будет скучно, но я хоть спокойно эту информацию буду воспринимать. И сегодня ночью мне все это начало сниться, все вот эти вот такие ужасы, погони, победы, там и так далее. То есть, человек, он из внешнего мира воспринимает какую-то информацию, потом эта информация, она ему заходит в его внутренний мир, она как бы записывается, отпечатывается на его подсознании, а дальше он из нее уже строит свое восприятие новой реальности. То есть, когда входит новая какая-то информация здесь и сейчас, то она включает, у человека вытаскивает из подсознания то, что у него там запечатано, то, что уже вошло в него вчера. И нам сказал царь Соломон конкретно, говорит, то есть, выстраивай свое восприятие и тогда твой мир будет наполнен красотой и так далее. То есть, в связи с того, что ты взял из внешнего мира, какой материал в себя впустил, от этого зависит, что ты будешь строить. Теперь дальше мы дошли уже до седьмого отрывка. Седьмой отрывок он нам говорит следующее, а до этого он говорит нам четвертый, пятый, шестой отрывок, он нам говорит, что нужно с собой внутри нужно управлять. То есть, у человека внутри есть животная инстинктивная сущность, есть эмоциональная сущность, есть у человека рациональный разум и есть душа, высшая сущность. И вот этот рациональный разум, если человек им управляет, то он должен как будто бы делать войну со своим животным началом, со своим злым началом. Прямо написано в Талмуде, что человек должен прям выходить на войну против своего вот этого животного инстинктивного начала. И война эта должна быть как такбуло, то есть, она должна быть продуманная, как война делается продуманная. И спасение будет, когда есть много советников, именно тех, кто победили, людей, которые реально находятся на более высоком уровне уже развития. Они победили в этой войне, мудрецы и так далее. Они говорят, как конкретно победить в этой войне, войне со своим ецерара, со своим злым началом. Я вспоминаю сейчас слова Раф Деслера, он говорит, что у человека, у каждого есть как линия фронта внутри. И мы все находимся на постоянной войне, только эта линия фронта двигается. Цадик, он все время ее продвигает, он наступает на злое начало и в конце концов он его побеждает. И написано, когда цадик умирает, праведник, да, он видит эту гору, это злое начало, это же он как, это как сатан. Сатан, это, ну, зло, да, и он видит эту гору, которую он победил, и он думает, вот это вообще, как же он смог его победить. А когда умирает человек, который злодей, да, тот, кто всю жизнь сдавался и шел на поводу злого начала, то он смотрит и видит, что это злое начало его как волоском побеждало все время. То есть он все время уступал на чуть-чуть, чуть-чуть он сдавался, тут сдался, там сдался, здесь сдался. И в итоге он проиграл. Теперь седьмой отрывок, седьмой отрывок нам говорит царь Соломон так. Рамот, лейвиль, хахмот, бешар, лоев, тахпиу. Значит, рамот это переводят по-разному. Одни говорят, что рамот это от слова высота, что как гора высокая для грешника, скептика, мудрость. Другие говорят, как камень драгоценный. Рамот это камень драгоценный, твердый, тяжелый камень. Но смысл в том, что есть вот этот вот Ивэль, это грешник по сомнениям. То есть он грешит не потому, что у него сильные вожделения. Нет, у него просто он сомневается. Он думает, а вдруг неправда Тора, а вдруг правда, а вдруг то правда. И он вот в этих сомнениях, он отрицает эту божественную мудрость. То есть не потому, что у него есть тяга к плохому, да. Есть грешник, который называется Ксиль. Это тот, у которого тяга к плохому. И он не может победить свои вожделения. И его, он вынужден как бы, да, внутренне отказаться от божественной мудрости. Он говорит, ну я понимаю, что да, это все есть, но я не могу. И он грешит. А есть стептик, он говорит, а кто сказал, что это правда? Я не знаю, или правда, или неправда. И он, значит, грешит из-за своего стептицизма. Так здесь говорится про стептика. И для него божественная мудрость, она как какая-то высота недоступная. Или как камень. Он говорит, я бы мог разобраться, конечно, но это же для этого надо напрягаться, все. А сомневаться просто. Сомневаться, дайте мне любую идею, я ее сейчас высмею в три секунды. Кто сказал, почему сказал, а кто доказал, а ему кто сказал. И так далее. То есть позиция, когда я ничего не продвигаю, а я во всем сомневаюсь, она очень легкая. Прям реально легчайшая. Возьмите любого атеиста. Ты атеист, атеист. Так что это, ты обезьяна, что ли? И так далее. То есть лучшая защита нападения. Стептик, он может разрушить любую, в три секунды, любую конструкцию интеллектуальную. Теперь божественная мудрость для него, она как гора такая, или как камень. И он бешар лойфтах пиу. В воротах он не открывает рот. Значит, объясняет нам Малбин, в каких воротах. У человека внутри постоянно идет внутренний диалог. И вот эта вот связь между я, осознающий рациональное мышление, и я животное, вот эта животная сущность, она как раз происходит внутри, в голове, на уровне принятия решений. И вот об этом говорится, так, это же Мишли, это притчи, это примеры, это метафоры. Об этом говорится здесь, что в воротах вот этот вот, вот этот скептик грешник, он не открывает свой рот против своего злого начала. То есть он сомневается в мудростях, он сомневается в философиях, он во всем сомневается. Но в своем желании он не сомневается. То есть если ему хочется что-то сделать, он не будет подвергать сомнению свои желания, потому что он их поставил на первое место. Понятно, да? То есть он подвергает сомнению все ограничения, которые на него накладывает Тора, духовность. Но свои животные желания, он не сомневается в них. Их надо выполнять. Он такой, понятно, да? И к чему он придет? Восьмой отрывок. Мехаше в ляре ло, баль мазимот и крау. Значит, тот, кто раздумывает для ляре, это для создания зла ему, его назовут злоумышленником. Значит, мыслительный аппарат у людей, он у всех примерно одинаковый. То есть он, это некая такая система, да, интеллект, которая должна человека защищать, то есть она должна защищать его тело. Поэтому интеллект запоминает, где еда, где питье, где опасность для тела, где тепло, где холодно. То есть он является хранилищем информации для того, чтобы реализовать инстинктивные намерения человека. Инстинктивное намерение человека – это выживание, размножение, кайфовать, чтобы было удовольствие и избегать страданий. Значит, вот эти намерения, они как бы прошивка у человека, прям это прошито внутри. И интеллект с момента рождения записывает информацию, и потом в нем появляются схемы, как реализовать инстинктивные вот эти желания. Дальше у человека есть душа, которая тянет его вверх. Это духовная потребность, это божественное, то, что есть в человеке. Если в интеллект попадает Тора, Тора – это учение, свет, которое помогает человеку разобраться, как работает духовная сфера. Это нельзя придумать. Это можно только получить от учителей, от пророков, от Бога через какие-то книги. И вот у человека появляется заполнен интеллект какими-то наборами правил, какими-то схемами, какими-то воспоминаниями. И дальше есть намерения. И вот у человека есть намерения. Например, он говорит, я хочу двигаться к свету, для меня душа важнее. Как мне это сделать, задает вопрос он своему интеллекту. И интеллект начинает искать, прокручивается. А вот можно на урок пойти на Ваикра, да, послушать, что там царь Соломон говорил. Как рассказывает в притче царя Соломона. А можно еще туда пойти, а можно сюда пойти, а можно помедитировать, себя послушать, а можно помолиться, а можно заповеди выполнять и так далее. Интеллект начинает выдавать то, что в нем запрограммировано по поводу реализации желания поднять свою душу. В это время идет изнутри инстинктивный позыв такой, то, что злое начало, ецарара. А может там лучше нажарить сковородку картошки, взять там рыбы, пиво, этих самых, сухариков, там еще что-то. И фильм-сериал посмотреть. Да, это же проще, чем Тору учить. Думать не надо. Сидишь, кайфуешь, жрешь, сериал смотришь. О, тема, давай посмотрим. Но сериал, это человек смотрит сериал, а в сериале ему в голову входят новые какие-то идеи, новые какие-то слова, новые какие-то информации, которую ему как гарпуны создатели сериала закидывают в мозг. А на чьи деньги сериал, для чего сериал? Там продают product placement, то есть продают там разные бренды, они покупают у них специально место и покупают вот это вот у создателей сериала как бы место в сериале, чтобы завести в мозг человека, завести в него те идеи, которые потом приведут человека к покупке там этих товаров, услуг и так далее. И так строится мир. Теперь, значит, так вот написано нам так, что божественная мудрость, это как вверх идти в небо, свет. Оно для Ивеля, для стептика, это сложно. Бороться с собой тоже сложно. А что он будет делать? Мехаше в Леареало. Он будет в это время думать, создавая зло для него. И называть его будут злоумышленник. То есть, почему-то, не почему-то Бог так устроил мир, что написано, гонись за заповедью и убегай от преступления. Чтобы была свобода выбора, чтобы все было очень, как сказать, честно, да? Честно, чтобы была реальная свобода выбора. То добро, свет и духовность сделано как бы внешне, оно не привлекательно. На уровне животного, тела, какое здесь удовольствие? А какой здесь, знаете, как в мультфильте было, когда кот сидел, такой толстый, и попугай ему рассказывал какие-то вещи, там, про приключения, про все. А кот говорит, таите, таите, не были мы на таите, нам и не надо. Нас и здесь неплохо кормят. Вот это вот неплохо кормят, сделано очень привлекательно, понятно. Как бы все вот эти вот легкие такие удовольствия, такие вот, ну, простые такие, да, хлеба и зрелищ, они настолько понятные, простые, что большинство людей гонится именно за ними. И, а есть злоумышленники, да, злоумышленники, это те, которые стоят во главе, они умные такие. То есть, они свой ум решили направить на создание зла, и злоумышленники, они придумывают все вот эти развлечения. То есть, Колизей, например, да, это же надо было придумать Колизей, потом запустить туда гладиаторов. Гладиаторы убивали друг друга, сделали специальные механизмы по подъему зверей и по подъему гладиаторов в Риме, да. И они, значит, сидели, такие люди думали, как же сделать так, чтобы они убивали друг друга на глазах у публики более красиво. А сейчас вместо гладиаторов боксерский матч, вместо вот этого Колизея, да, это там каналы, которые передают кабельные каналы. Но идея та же, вот те два гладиатора, которые один в костюме, а второй там с ушами, они должны вначале очень много друг на друга ругаться, чтобы привлечь внимание. Потом, когда они уже друг на друга ругались, обзывали друг друга, им прописывают, как кого обозвать, чтобы люди потом про это говорили. А потом соберем на боксерский матч, соберем весь мир и будем смотреть, как они бьют друг друга. Раз побили, там, ну, и так далее, и так далее. Это все в восьмом отрывке царь Салмут говорит нам, что махашевля релу, то есть размышляет для зла ему, бальм, мизимот и крау. Такого назовут бальм, мизимот, злоумышленник. И тет, отрывок тет, девятый отрывок, он продолжает так. Зимам и велес хатас. Зимам это, когда человек долго думает о зле, он неизбежно приходит к разврату. То есть зима это разврат, это такие углубленные мысли о разврате. Не о простом каком-нибудь, да, разврате, о каком-то сложном таком разврате. Опять же, если мы посмотрим римская история, если мы посмотрим вот греческая, древняя Греция, да, то есть они тут очень в этом деле, очень они были такие прямо продуманные, продуманные. Поэтому они, кстати, исчезли. И вот этот вот зимам разврат углубленный и велес хатат, это грех, который создают вот эти вот скептики. То есть рано или поздно, если он сомневается во всем, но в чем-то-то он не должен сомневаться. И вот это вот животное его начало, кстати, интересно, что почему разврат это такая тема, ну такая серьезная тема. Потому что Бог специально так сделал, что самое большое удовольствие, которое человек может испытать в этом мире, именно на уровне животном в таком плане, да, это удовольствие от секса, да. Почему так сделано? Не знаю. Так Бог сделал, наверное, чтобы люди стремились в любой ситуации размножаться, даже хотя это опасно, сложно, там, недедейнично, ну реально это как тяжело. Но Бог настолько это как бы намазал медом, грубо говоря, что у человека прямо у него к этому огромное стремление. Начиная с возраста, когда включается программа. То есть у человека включается программа, и это все на инстинктивном уровне тянет его. Теперь Бог говорит, что мир должен развиваться, поэтому плодитесь и размножайтесь, это заповедь. Но именно вы должны плодиться и размножаться очень, очень, как сказать, в чистом плане, да, таком, семья, отношения. Теперь тот, кто отрицает божественную все духовные эти штуки, стептик, дальше он отрицает и правила, которые сказали другие люди. А дальше тогда он начинает заниматься раздратом, как здесь написано, «Ветуават леадам лец». И мерзость для человека, лец это насмешник. То есть здесь царь Соломон показал вот эту вот вещь, как в мире все построено по закону причина следствия и по закону, что посеешь, что и пожнешь. То есть каждое действие вызывает следующее действие. Это как закон сохранения энергии, закон, ну, что посеешь, что и пожнешь, это закон суда. Кстати, интересно, что мера суда, говорят, Бог, как же Бог может судить, Бог же добрый, как это в нем сочетается. Очень все просто. Он установил систему и сказал, что если ты делаешь вот это действие запрещенное, то его следствием будет наказание. То есть не то, чтобы он наказывает, Бог никого не наказывает. Бог создал систему, в которой установил, это добро, это зло. Если ты делаешь зло, то неизбежно приходит наказание. Назвать это, Бог наказывает нельзя. Это именно суд, это справедливость. То есть суд, это справедливость. Просто единственное, что Бог сделал, что он между преступлением и наказанием, он вставил милосердие, в котором есть у человека время вернуться. И он это наказание начинает на него посылать маленькими-маленькими дозами, которые должны человека пробудить, для того, чтобы он сделал то, что называется, отшува раскаяния. Чтобы он понял, что я не туда залез. И когда человек раскаивается, то есть он у себя в голове делает возврат, как, знаете, стереть, вернуться на шаги назад, раскаивается, сожалеет и начинает двигаться в направлении добра, тогда он стирает. То есть предусмотрен механизм. Это тоже честно и справедливо, потому что в начале любого преступления было намерение и мыслительная работа. Если человек ушел в корень, и он изменил свое намерение, и он проделал новую мыслительную работу, он как бы стер пластинку, то есть он стирает, растворяет вот то, что он выстроил, как в духовном мире, как он делает преступление, посеял зло, это зло начинает вырастать, 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 и в конце на его же голову должно упасть. Но он, пока росло это зло, он осознал, что он сделал зло, и он говорит, как же я мог это сделать? И он начинает прям конкретно в духовном плане делать то, что называется тшува. Как я мог? Я не должен был этого делать. Он сожалеет, он прямо... И он внутри в это время, переживая осознанно то, что он сделал когда-то, он стирает эту спираль, и он свое намерение, наоборот, в добро. И он начинает, наоборот, идти в другом направлении. И он начинает сеять очень много добра. И если он правильно все делает, то тогда он, как говорится, все выходит, он исправил то, что он сделал когда-то. Понятно, да? Теперь и в обратную сторону. Если он идет по пути восьмого отрывка из 24 главы Мишли, Михашев Леарело, то есть размышляет, создавая зло ему, Бальмазимот икра, икрыу, то есть будут его называть злоумышленников, и девятый отрывок. Зимам и Велес Хатат, то есть он придет к каким-то очень таким серьезным уже преступлениям в сфере разврата. Туаватля Адам Лец, и он станет мерзость для человека Лец, то есть он, так как он отрицает все законы, он стептик такой, да, то его не останавливают и мораль, уже то, что люди придумали, мораль, какие-то там правила, стыд, которые есть. То есть они начинают, как вот эти были древние грети, там, римляне, то есть они в открытую начинают всеми этими развратами заниматься, и все, значит, понятно, да? И десятый отрывок, сегодня последний, тогда давайте посмотрим последний отрывок, десятый, значит, и тропита, бьем сара, если ты ослабился в день, когда пришла вот эта цара-неприятность, царкохеха, тогда будет, как бы, уменьшаться твоя сила. То есть здесь, опять же, нам передается причина-следствие, то есть что происходит, когда человек грешит? Прямо в перте вот написано, что беди за заповедью, то есть ты должен напрягаться, когда ты идешь в гору, и ты должен идти за заповедью, она не привлекательная, привлекательны только ее последствия, это спокойствие на душе и вечная жизнь в раю и там дальше. И, опять же, уверена, что Бог будет тебе помогать, но ты должен за заповедью идти, то есть нет в ней такого вот прям, вот эта вот вся система воображения, оно обслуживает злое начало ЕСРРА и физическую структуру человека. А заповеди ты не можешь придумать и увидеть, как тебе будет хорошо, то есть это чисто интеллектуальный выбор человека, идти в сторону добра. И вот он, значит, иди за добром, за заповедью, и убегает преступление. Преступление за тобой гонится, стоит только закрыть глаза, и тут же у тебя картинки, раскадровки, там все тебе подсказывает твое воображение, оно обслуживает тело и вожделение. Теперь, и там дальше написано, Митсва Горерет Митсва, заповедь, она вызывает заповедь. Но когда ты начинаешь делать, напрягаться, делать заповеди, идти в сторону добра, то написано так, что тот, кто пришел очиститься, ему помогают с неба. И идет, значит, да, идет тебе помощь с неба, ты делаешь шаг, тебе открывается следующее. Заповедь вызывает заповедь, а преступление вызывает следующее преступление. То есть человек начинает с одного небольшого преступления, и пошло-поехало, пошло-поехало. И, значит, награда за заповедь-заповедь, то есть дальше ты уходишь в это духовное пространство все выше, глубже и сильнее. И наказание за преступление, следующее преступление. То есть не надо наказывать за преступление преступника, он сам себя наказывает. То есть он сам создает новую реальность, что посеешь, что и пожнешь, которая рано или поздно сама же его и придавливает. То есть Бог не, он не наказан, он не там Бог, который наказывает. Он создал систему, в которой предусмотрел для человека возможность исправиться. Я сейчас расскажу в конце, сегодня расскажу анекдот. Сегодня был очень серьезный урок. Давайте сделаем выводы, потом я расскажу анекдот. Значит, выводы такие, что выводы сегодня у меня такие, что вот эти вот стептики, но здесь как бы рассказывается о мышлении стептиков, я не знаю, кому вообще, как это применить, потому что тот, кто не стептик, который слушает урок, например, он уже понимает, что я не стептик. Стептики этот урок не слушают. Хотя, опять же, мы учили, что стептика логическими доводами, интеллектуально, можно перевести на путь Бога. То есть он, в принципе, грешит не потому, что у него прям сильная эта животная сущность. Он просто, вот его картина мира, она выстроена с вирусом таким, да, с изъяном. Поэтому стептикам, тут главное, мы учили, я сейчас вспомнил, что стептика нельзя напрямую уговаривать, потому что он тут же начинает рушить твою позицию. Но если стептик сидит и рядом слушает, и он услышит, 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 то он может, то он может изменить свое мышление и стать на правильный путь. Поэтому, кстати, делитесь уроками Торы, то, что на вас хорошо влияет, делитесь с другими людьми. Стептик вот так услышит, услышит, услышит и станет на правильный путь. Теперь, это вот то, что я сегодня понял. И второе, второе, что в принципе, ну, путь в пропасть, он, ну, это путь в пропасть. То есть человек начинает катиться, катиться и все. Теперь это были мои выводы, вы свои выводы тоже сделаете. А я сейчас расскажу анекдот, очень смешно. Ну, мне смешно было все время. Значит, приехал Рабинович в Рим. И он ходит, значит, по Риму, он такой нерелигиозный, ну, еврей, еврей, но нерелигиозный. Такой стептик как раз. Рабинович был из серии стептиков. И он, значит, ходит такой, ну, ну, типа, смотрит же. А какой бы ни был человек стептик, его-то потребности, они все равно работают. Человека по жизни двигают его потребности. И у Рабиновича была сильна потребность в деньгах. То есть он любил зарабатывать деньги, и он везде искал на автомате, как заработать. Это про евреев, про многих так говорят. Но я думаю, что у неевреев такая же потребность, если зарабатывать деньги. Все хотят, чтобы было больше денег. Вот он идет, значит, гуляет по Риму, а внутри у него эта потребность выстраивает его мышление. И тут он подходит к Ватикану, заходит в Ватикан, смотрит, стоит длинная очередь такая. Он говорит, а зачем очередь? Ему говорят, у нас мы стоим покупать индульденции. Покупаем индульденции. То есть католическая церковь в свое время взяла вот эту идею, ведуй, исповедь, истории, да, что есть грех. Потом идет осознание греха, и должен быть обязательно там элемент исповедь, ведуй. Но у евреев исповедь, это ты должен перед Богом исповедоваться, или если ты человека обидел, ты должен у него попросить прощения. А у них они сделали так, что замкнули это на себе, и у них идет исповедь перед священником, и дальше надо у них купить индульденцию. То есть заплатить за грех какую-то сумму. А у евреев, когда ты даешь дздаку, ты не должен давать ее там в синагогу, или ты должен ее давать конкретно людям, помогать людям. В общем, он узнал, как у них это все устроено, что надо покупать индульденцию, и стоит очередь за тем, чтобы купить индульденцию, освобождение от греха, чтобы не попасть в ад. Значит, хорошо, он такой подумал, подумал, а у них ад был нарисован, они ад визуализировали, там есть целая семь кругов ада, там есть у них целая такая картина какая-то. И поэтому они пугали людей, продавали индульденцию. Рабинович подумал, подумал, говорит, я хочу на прием к папе Римскому, к папе Римскому мне срочно надо на прием, у меня важное дело. Ему говорят, какое у вас дело к папе Римскому вообще? Папа Римский занят, он занят. Он говорит, у меня очень хорошее предложение, значит, смотрите, вы продаете индульденции, там по 10 тысяч долларов за индульденцию, а я, говорит, хочу купить ад. Я за ад готов заплатить 100 тысяч долларов, вот прям конкретно, сразу за ад. Ему говорят, ну зачем вам ад, все же хотят наоборот уйти с ада, чтобы не попасть в ад. Он говорит, а я хочу ад, я Рабинович, я еврей, вот я хочу, у меня такая у меня есть цель. Ну, значит, папе доложили, что есть какой-то дурак, который хочет купить ад. Папа говорит, ну пускай, хочет купить ад, давайте. Оформляют бумагу, там есть Томас, а есть как бы бумага католическая, какой-то церкви, тоже у нее есть красивое название. И оформляют бумагу, что Рабиновичу за 100 тысяч долларов продали ад. Думают, ну дурак такой вообще. Он заплатил 100 тысяч долларов в кассу Ватикана. На следующий день он приходит в Ватикан с этой бумагой, от папы подписано, что ад принадлежит ему. Он подходит к очереди, которая за индульденциями. И он им говорит, вы знаете, говорит, можете уже не стоять в очереди, ад я купил, я его закрываю. Ад мой. Ад я закрываю, никого туда не пускаю, все, в ад ворота закрыты. Поэтому вам нечего бояться, я сейчас, вот папы на подпись, я ад купил. Папа наместник Бога, вы же знаете, что наместник Бога, все, он индульденции продает. Значит, говорит, я ад у него выкупил, ад закрыт, все. Они такие, как ад закрыт? Он говорит, вот бумага закрыт. Ну, они все, очередь разошлась, классно, можно грешить, ничего, некуда попадать. День нету очереди, два нету очереди. А он стоит прямо в Ватикане и всех отгоняет от окна, где продавали индульденции. Значит, приток денег заканчивается, доложили папе, что нету, не покупают люди индульденции. Он говорит, как не покупают? Вот Рабинович, ему продали ад, он никого в ад не пускает. Он говорит, срочно обратно выкупаем ад у Рабиновича. И, значит, его вызывают. Он говорит, вы знаете, говорит, ад мой. Я, говорит, ну, за пять миллионов, я даже разговаривать не начну. Он говорит, а вот с десяти можем обсудить вопрос. У него было намерение к деньгам, он везде видел деньги, значит. Как мир устроен? Мир устроен в вот таких вот историях. Каждый человек живет в мире истории. И каждый из нас должен выстроить свой внутренний мир, чтобы была перспектива краткосрочная, чтобы было каждый день хорошо, долгосрочная, чтобы было в течение жизни в этом теле хорошо. И обязательно нужно поэтому победить лень и заниматься спортом, и правильно питаться. И нужно еще посмотреть на очень долгосрочную перспективу, на то, как ты вообще, куда ты собираешься дальше идти после смерти, если куда-то собираешься. И так каждый человек выстраивает свою жизнь, а дальше нужно работать, побеждая свое вот это вот инстинктивное злое начало, побеждая свою лень, побеждая свою инертность, побеждая свое стремление видеть плохое, потому что мир, он многогранный, и надо видеть в нем добро. Все. Удачи, успехов. Я вам желаю всем, чтобы был хороший день, полной работы, внутренней работы, работы над собой, чтобы каждый из нас выстроил свой мир по законам Бога, был счастливый. Бог нам дал благословения, удачи, успех, деньги, здоровья, гармонию, отношения, любовь. В общем, я вам желаю все то, о чем вы молитесь Богу, и чтобы Бог услышал ваши молитвы и услышал мои молитвы. Так оно работает. Все. Удачи, успехов. Пока.